Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Алену Соло волнует, что у нее кто-то поел всю капусту, и она спрашивает, чем можно обрабатывать капусту, обрабатываю ли ее я. Да, иногда обрабатываю, но у нас в чем преимущество? У нас сибирский регион, и у нас до сих пор еще холодно. И можно сказать, что никакие вредители, вот в открытом грунте, редко так рано просыпаются. Капусту нашу никто не трогает нынче, но в прошлом году, в это время, капуста была поедена. Едят и какие-то вот красные солдатики, и вот эти крестоцветные бложки, все едят. Я в прошлом году уже снимала видео на эту тему, но повторю еще раз. Если капуста ранняя, например, пекинская, которую скоро кушать, или еще какая-то, инсектицидами с таким, с длительным сроком ожидания, лучше не обрабатывать. Потому что есть инсектициды сильные, но ждать нужно 30 дней, нельзя кушать. Лучше всего фитовермом. Фитоверм разводите по инструкции, добавляете немножко для прилипания мыла, и все, при обработке фитовермом вы и вредителей уничтожите или отпугнете, они не будут кушать. И можно будет урожай употреблять почти сразу после применения. Но если капуста поздняя, можно обработать любым, любым вот таким вот средством от насекомых. Капусту я, конечно, обрабатываю всегда магазинным средством, никакими народными средствами, потому что до получения урожая еще более трех месяцев, все это выветрится, все уйдет, ничего в ней не накопится, в ней даже нет еще этого коченка, пока что она рассада. Но вот в этом году холода помогли нам уберечь нашу рассаду капусты от вредителей. Видите, она в составе ровненькая, целенькая, ни один лист не погрызан. У нас вредителей в этом году нет, потому что очень холодно. До свидания.